МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Овчинникова Таня, и я сегодня проведу специальный выпуск детских новостей о Киллбупсер. Попробуем выяснить, как ребята нашей республики проводят свое лето. На вопрос, где лучше отдыхать лето, ответили юные жители города Чебоксары. Я в начале лета был у бабушки в деревне и пожил там неделю. Я там доил корову, играл с друзьями, которые у меня там появились, со своим двоюродным братом. Ну, я была в деревне, ездила в Турцию, много где была. Но мы там собирали ягоды, играли, много чего делали. Я работаю, крашу волосы, делаю всякие забавные штуки, чтобы летом веселее было. Вот, на роликах катаюсь, без книг по школьному списку тоже не обходится. Вот. Есть друзья, знакомые с мероприятий, волонтеры. Часто выбираемся куда-то на всякие акции городские. На выступления хожу, потому что занимаюсь танцами. Вроде все. Я хотела поехать в лагерь «Утёс». Мне моя подружка предложила, так как она не хотела ехать одна. Моя мама и тётя старались, старались найти путёвку. Даже в сам лагерь поехали. Но путёвки, к сожалению, не оказалось. Я люблю лепить фигурки из компьютерной игры «Растения против зомби». В начале лета мы ходили в лагерь, и мы прошли в дациональную библиотеку. Всё, я пойду. Интересно, а как проводили своё лето наши мамы и папы, бабушки и дедушки? Давайте выяснять. Как вы видите по возрасту, я человек из советского прошлого, родился в условиях Советского Союза, а дети в Советском Союзе, школьники, проводили летнюю пору или в родной деревне по месту рождения у бабушки, или в пионерских лагерях. Я в Марпасаде родилась. Жила там с мамой, с бабушкой, с сестрёнкой. Летом как? Хорошо же там на Волге, город зелёный. Пионерский лагерь ездили, дома проводили, больше это в основном нет никуда. Вообще гуляли часто на улице, на велосипедах катались часто, на стадион ходили, тоже гуляли. Уезжали каждое лето у бабушки в деревню, загорали, купались, наверное, как и все дети. Весело проводили, играли в различные игры, в которые сейчас дети не играют почему-то. То есть резинки, догонялки, дочки-матери. Было весело. Дома не сидели за компьютерами. Как много у нас общего. Мы любим ездить в загородные лагеря, и наши мамы и папы тоже отдыхали в лагерях. Правда, тогда они называются пионерским. Один из самых любимых – Волна. Волна – маленькая волшебная страна детства. Вы не поверите, на лагере 55 лет. Несмотря на свой солидный возраст, здесь очень весело и интересно. Каждый день вожатые проводят для ребят самые разные мероприятия – и спортивные, и развлекательные. Одним словом, скучать не приходится. Мы побывали на русской ярмарке, поучаствовали в конкурсах и получили за победу волнарик. Нужно было собрать много волнариков, и на них можно было купить вкусные оладушки и конфеты. Какой продукт чаще всего берут? Чаще всего берут вот рулетики. Это самый ходовой продукт. И птица дивная. Заработать волнарик непросто. Нужно было потрудиться. Кто-то читал стихи, кто-то пел. Самые сильные перетягивали канат. А некоторые даже дрались на подушках. Больно ли драться подушками? Нет, кирпичи точно не лежат в подушках. Да, я хочу... Они мягкие. Да, мягкие. Мягкие вот. Но тяжелые. Ну, тяжелые, реально. Да. Вот так встреча. В волне отдыхает наш коллега по программе «Бухты-барахты» Саша Васильев. Мне очень здесь нравится. Я здесь прыгаю, играю. И, кстати, нравится, что здесь дискотеки. А сегодня дискотека 90-х. У нас отряд называется «Лукоморья». Девиз? Лукоморья. Жизнь покажется вам сказкой. Речевка. В «Лукоморье» мы живем. Здесь танцуем и поем. Отдыхаем, веселимся. И вперед вместе мчимся. Саша пригласил нас к себе в отряд на экскурсию. Корпус пятого отряда называется «Лукоморье». Посмотрим, как живут волнарии. Вот наша речевка. Это вис. Все так украшено, как будто старинная бумага. Это золотая цепь у нас. На каждый листик это имя и фамилия каждого нашего пионера. Пионера. Кстати, в волне отдыхают ребята из других регионов России. Вот, например, Даша приехала из Сибири. В этом лагере я первый раз приехала из Омска, из Сибири. Специально сюда, потому что все хвалят этот лагерь. Мне очень нравятся вожатые, дети. Атмосфера просто классная. Елена Николаевна, а кто у вас работает вожатыми? Вожатые – это наши ребята, которые когда-то у нас отдыхали. У нас такая преемственность поколений, потом они вырастают и приезжают к нам вожатыми. Но сначала проходят все обучения школы вожатского мастерства, которые мы сами проводим в течение зимы. И получают сертификаты и возвращаются сюда вожатыми. А есть ли у вас ребят, которые приезжают сюда каждое лето? Их очень много таких ребят, больше половины. Волнари – народ очень гостеприимный. Нас пригласили на обед. С грязными руками в столовой не попадешь. Вожатые собственноручно это проверяют. Опа, 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 опа! А это мы! Молодцы! Молодцы! А это мы! Куки-поем, мы два раза девочки проводим сейчас! Если руки не помогут, то идем на пророк слоя! Интересно, а чем сегодня кормят? Итак, рыбный суп и картофельная запеканка с мясом. Что ж, выглядит аппетитно. Попробуем. После сытного обеда Таня Овчинякова пообщалась с ребятами. Узнала у них, как им отдыхать. Здесь не только весело, но здесь очень интересно. Каждый день проходят разные мероприятия, конкурсы. И проводят их замечательные наши вожаты и директоры. Нам очень весело и интересно. На дискотеках все танцуют и веселятся. Еще в этом лагере проходят готовки к спартакиадам. Каждый день в три часа дня мы тренируемся, играем в футбол. Нам в волне очень понравилось. Даже немного завидно. Так и здесь здорово. Но следующее лето надо будет обязательно сказать родителям, чтобы приобрели сюда путевки. Хэй, волна! Хэй, хэй! Дождь поет! Лей, лей! Солнце луч! Грей, грей! Вместе нас! Не сильней! Хэй, волна! Хэй, хэй! Холод будет! Не жалей! Сердце жар есть у нас. Лагерь наш просто класс! Ура! Вы помните, как мы ходили в детский сад? Чем занимались? Что кушали? Правда, здесь было здорово. Предлагаю вернуться в яркий мир детства и приглашаю вас посетить детский сад номер 7. Чтобы мы не скучали летом, взрослые постоянно придумывают для нас разные забавы. Воспитатели детского сада «Созвездие» особенно постарались. Они превратили свой садик в настоящий летний лагерь. Лето – это пора, когда ребенок должен набраться сил для нового учебного года. И поэтому наши педагоги делают все необходимое для того, чтобы ребенок с новыми силами вошел в новый учебный год. Утро в необычном лагере начинается с зарядки. И это не просто движение под музыку. Каждый день в гости к ребятам приходят герои мультфильмов и сказок. В этот раз мы танцевали вместе с Карлосоном. Можно подбирать фонарики, а не машине, а не машине, а не машине. Веселее, веселее, ребята! Только посмотрите, какое количество творческих площадок. Здесь можно заниматься всем, чем угодно. Развивающие игры проходят прямо на улице, по теплым солнышкам и под наблюдением врачам. Именно он решает, сколько времени мальчикам и девочкам можно находиться на солнце. Мы, как воспитатели, стараемся каждый день придумать что-то новое. У нас, слава богу, в садике есть Wi-Fi, и в тихий час мы постоянно сидим и ищем что-то новое, распечатываем постоянно, придумываем различные игры и на каждую прогулку выносим что-то интересное. В частности, это маски какие-то для подвижных игр, которые можно обыграть очень по-разному. И с детей стараемся занимать постоянно. На территории детского сада есть велосипедная дорожка с разметками и пешеходными переходами. Велосипед можно оставить на специальной парковке, а потом зайти в родной сад и окунуться в бассейн. Красота! Я с радостью прихожу в детский сад. Мы играем, ходим в бассейн. Там я научился плавать, нырять и погружаться в воду. Мы изучаем право дорожного движения. Я каждый раз приезжаю на своем велосипеде, ставлю его на велопарковку, а сам иду делать утреннюю гимнастику. Наш садик очень большой и красивый. У нас в садике есть даже лифт. Так что лето в садике – это приятный и насыщенный событиями отдых. Тут можно узнать много нового и играть с любимыми друзьями. В общем, с радостью проводить каждый день. София Степанова, Евгения Егорова, Андрей Шоклев, Акел Бупсер. Если вы не поехали на море, в лагерь и даже к бабушке в деревню, не стоит расстраиваться. В городе тоже множество развлечений. Какие спектакли и выставки можно посетить во время каникул, вы узнаете из нашей телеафиши. Если вы не поехали отдыхать в лагерь, с родителями на море, а бабушки и дедушки в деревне у вас нет, это не означает, что нужно сидеть и скучать дома. Сейчас в Чебоксарах столько интересных мероприятий проходит. С 29 июля по 3 августа в культурно-выставочном центре «Радуга» будут проводиться занятия в творческой мастерской «Дымковский индюк». Можно смастерить игрушки собственными руками. 30 июля в Национальном музее «Мастер-класс. Цветок, влюбленный в солнце». Это подсолнух из соленого теста. 3 августа в киноцентре «Синема-5» детский праздник с просмотром нового мультика «Чебурашка» производства Японии и России. Интересно! Обязательно посмотрим и сравним с любимым мультиком про крокодила Гену и Чебурашку. Кстати, почти во всех кинотеатрах города идут прикольные кинофильмы. «Возвращение в изумрудный город», «Король сафари» – все фильмы в 3D. В речном порту продолжается выставка песчаных скульптур. «Золотой песок» – это вам не куличики в песочнице делать, но стоящее искусство. Приятного вам отдыха! На сегодня у меня все. Вы смотрели специальный выпуск программы «Айкел Бупсер». Хорошего всем отдыха! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok